всем привет сегодня хочу рассказать про приложение sendfile.tv Оно есть в маркете, вы можете его найти, это приложение, кстати маркет немножко изменился sendfile.tv Вот оно, это приложение, про него пишут, чтобы увидеть расположение загруженных файлов, проверьте или измените путь на панели настроек. Это простое приложение для подключения к Android TV. Давайте, наверное, лучше всего в него войдем и посмотрим. Я его использую любых файлов, хоть АПК, хоть скриншотов. То есть, допустим, если я сделал скриншот на приставки, я его могу передать на компьютер, на любой из телефонов, на Android, на iOS, я не знаю есть это приложение или нет, возможно, что и есть. Если у вас iOS, посмотрите в App Store, напишите, пожалуйста, в комментариях, будет полезно. Давайте для начала первое, наверное, все-таки настройки надо посмотреть. То есть, это название девайса, как он называется, это директория, где будут храниться файлы. Резерв, трансфер, частота, то есть, стартовать при переключении. Это звук. То есть, мы можем звук отключить и не будет слышно тогда. А иногда, допустим, на компьютере я прям чувствую тынь, какой-то из девайсов появляется. И он тут же клуб дает звук. Отправляет в следующий момент. Мы находим ту папку, которую хотим. Не знаю, что, download. Да. И вот, App Store TV, да, допустим. Этот файл находится на приставке Mi Box 4S. И мы можем его отправить. Нажимаем на него. И он показывает. Доступно в одной Wi-Fi сети, доступно два устройства. Это планшет Nexus 7 с таким же приложением. И также Windows 10. Нажимаем на Windows 10. Приложение бесплатное. Но, если у вас есть возможность, вы, естественно, можете донат перечислить разработчику. Разработчик пишет вот так. Есть, спасибо, 45 рублей. Есть, супер, супер, супер. И, наверное, вот. 259 и 139 часов разных рублей. То есть, абсолютно, ну, я считаю, это мало. Можно. Можно. Наверное, все-таки я перечислю. Да не, наверное, все-таки перечислю. Потому что приложение у меня бы сравниме очень. Ну, мы можем зайти сюда. И посмотреть те последние файлы, которые мы куда-то, а не мы куда-то, кто-то нам передавал. То есть, вот, допустим, с Windows 10 я передавал файл от той TV APK. Это APK-шный файл, который я скачал на компьютере. И буквально через секунду передал его на приставы. У меня несколько приставок. Одна из них Mi Box 4s. Это вот эта. И также есть приставка Mi Box 4. Это китайская версия. На нее тоже я установил это приложение. И без проблем передаю все, что необходимо. Я считаю, это одно из лучших приложений для передачи любых файлов. Хоть MP3, хоть APK, хоть какие-то скриншоты. Я считаю, это очень здорово. То есть, вот такое было знакомство с приложением. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Если оно хоть было вам полезно, хоть чуть-чуть. Делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Не забывайте подписываться на канал. Будет много интересного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok